Застрелил собаку и кидался на соседей с ножом и нунчаками. Переполох в посёлке Завойко устроил один из местных жителей. Всё началось в воскресенье во дворе одного из домов на улице Петра Ильичёва. Из окна своей квартиры мужчина расстрелял соседскую собаку. Всё это произошло на глазах у детей. Около 17.40 наш неадекватный сосед Геннадий, который постоянно, регулярно угрожает всем людям, взрослым людям, детям, животным, убийством, изнасилованием, расправой. Я вчера застрелил собаку моего соседа. Я живу в 70-й квартире, он живёт в 71-й. То есть я знаю прекрасно и соседа, и его семью, и собаку. Это добрейшая собака, никому ничего никогда не сделал плохого. Он просто ненормальный человек. И мне кажется, он убил собаку, а не человека, только потому, что он чувствует разницу в мере наказания. Всё. И то у него граница эта стирается. Он сделал это с расчётливой точностью. Он вышел после стрельбы, подобрал гильзу. После этого ударил хозяина собаки, который в шоке стоял просто над своей собакой, плакал. И все соседи были в шоке от происходящего, потому что буквально за пять минут всё это произошло. И потом его машину забрал его друг под суету. Может быть, он туда положил гильзу и оружие, которое не изъяли. Его оставили дома. Он ночью нам устраивал концерты. Он бегал по соседям, обещал их расстрелять. В понедельник утром история продолжилась. По словам людей, с утра вооружённый ножом и нунчаками докхантер напал на своих соседей, которые стояли на улице и ждали съёмочную группу нашего телеканала. Трое мужчин обезвредили нападавшего и вызвали полицию. Опять он избивает людей. Он кинулся на людей. Вдруг сейчас достанет оружие. Нож, нож, нож. У него тоже кинулся с ножом. Они на Пашу, да. Паша вот здесь. То есть я шёл по краю. Это пешеходная зона. Он вильнул специально, чтобы ударить меня машином. Выскакивает, ты мне помял машину. А мы уже видим, он остановился. Он отсюда с нунчаками вылетает. Да я тебя и так далее. Но мы оттуда побежали. Стой. Он сначала не реагировал. Уже близко были. Он раз, машину сочинал. И человек у него выдёргивает. Он давай бодаться с нами. Пришлось ему свернуть. Сам докхантер при этом придерживается версии, что сам стал жертвой нападения. Они напали. Вот сейчас я ехал. И всё. Машину вон помяли. С той стороны зеркало. С этой стороны дверь не закрывается. Что вам ещё рассказывать? А вот что мужчина говорит про инцидент с собакой. Стрелять, мол, не стрелял. Да и вообще. Собачники сами во всём виноваты. Я не стрелял в собаку. Я не знаю, агрессивно он или нет. Я без понятия. Ну вот эти соседи как-то на вас так прям. Это все собачники эти соседи. Все собачники. Федеральный закон существует от декабря месяца, нет? По обращению с домашними собаками. По обращению он называется. Ну и как они обращаются с ними? Плохо обращаются? А что, хорошо вот здесь вот ходят гадят? Там написано всё. Как они должны гулять и всё. Там написано всё. А они не соблюдают? Нет, конечно. Кто соблюдает? От того, что соблюдают, вот здесь вот дерьмо собачье везде. Жители дома утверждают, что Геннадий и его скверный характер уже не первый год отравляют соседям жизнь. Агрессия мужчины, маты в сторону как взрослых и детей и даже угрозы убийством уже давно никого из местных не удивляют. Вот я рассказываю, как мы выбросили мусор, как мы на всей скорости на своём джипе туда влетели. Да, конечно. Вы остановились, выскочили, высквотили нож и начали размахивать этим ножом. Где-то сантиметров 50 от меня и кричали. Я вас всех перережу вместе с каждым собаками. И заявление писали из другого дома, потому что он оскорбляет не только женщин с собаками. То есть он и на детей также агрессивно реагирует. Но это потому что уже какой-то конец надо положить, потому что это невозможно на самом деле. Мы живём как будто в 90-х годах. Он жизни вашей обрежал? Всегда. Каждый день, когда беден? То есть мат, перемат, это для него нормально вообще. Как бы там ни было, сейчас во всём произошедшем предстоит разобраться о камчатской полиции. Оружие и патроны к нему изъяты. Мужчина будет привлечён к административной ответственности за стрельбу в неположенном месте. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа и конфискации оружия и патронов к нему. На следующий день в полицию поступило сообщение по инциденту, участником которого также стал данный гражданин. Граждане сообщили, что он на них бросается, используя различные предметы. По данному инциденту также проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение. Массмедианьюз следит за развитием событий.